Одна фотография способна рассказать о целой эпохе и осветить, как вспышка, то или иное событие или явление. Особенно интересно взглянуть на то, что уже кануло в небытие или кардинально поменялось. Флэшбэк — это проект «Маячок», ведущий нас к пониманию прошлого. Шел 1887 год. В семье крестьян из деревни Будайка Чебоксарской волости родился сын Василий Иванович Чапаев, которому предстояло стать одной из самых известных личностей эпохи гражданской войны в России. В Миланском театре «Ла Скала» прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Отелло». А в городе Верны, в центре Семереченской области туркестанского генерал-губернаторства, произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории региона. 28 мая по старому стилю в 4 часа 35 минут утра раздался сильный подземный гул, и горожане почувствовали резкий толчок. Но не придали этому ни малейшего значения. Незначительные землетрясения жители замечали, начиная с 1885 года, и постепенно привыкли к ним. Однако толчки повторились и значительно усилились. Начала сыпаться штукатурка, рушились печи и стены, падали потолки. Подземные удары с некоторыми промежутками продолжались целый день. Города практически не стало. Из 1799 кирпичных домов к вечеру остался целым только один. А вот деревянные постройки в большинстве своем устояли. На этом снимке хорошо видны масштабы катастрофы, пронесшиеся по Вернинским улицам. Это здание построено для канцелярии местного генерал-губернатора по проекту «Поле Гурде». Так оно выглядело до землетрясения. А вот что осталось от него после. Изящный балкончик превратился в груду кирпичей и пыли. Крыша обвалилась, второй этаж практически полностью разрушен. Первый непригоден для проживания. Не менее печальная участь постигла беседку и флигель губернаторского дома. Ни о каком их восстановлении не могло идти и речи. Это прекрасно понимал главный городской архитектор Поль Гурде. Возможно, одна из размытых фигур на снимке принадлежит именно ему, человеку, пришедшему оплакать свое погибшее творение. Вернинское землетрясение превратило в руины весь город. Не стало Покровской церкви. Было уничтожено здание хромолитографии. От многих домов остались одни лишь деревянные рамы. Эта катастрофа дала колоссальный толчок для развития такой науки, как сейсмология. Благодаря ей в России в конце XIX и начале XX веков появилась сеть сейсмических станций, одна из которых работала в самом Верном. Город отстроили заново, на этот раз в основном из дерева. На смену погибшему губернаторскому дому возвели одноэтажное приземистое строение из бревен теньшанской ели. А первоначальное погибшее здание занесли в список утраченных шедевров архитектуры Вернинского периода.